МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добро пожаловать! Расскажите, пожалуйста, более подробнее о легализации имущества. Какие имущества подлежат к легализации? 1 сентября 2014 года стартовала акция легализации имущества в соответствии с законом Республики Калахстан об амнистии граждан Республики Калахстан, уралманов и лиц, имеющих вид на жительство Республики Калахстан в связи с легализацией имущества. Эта акция будет стартовала с 1 сентября и будет действовать по 31 декабря 2015 года. А какое недвижимое имущество не подлежит к легализации? Это недвижимое имущество, приобретенное в результате совершения преступлений против личности, семьи, несовершеннолетних. Также преступлений против безопасности конституционного строя, информационной безопасности, также в интересах коммерческих и иных организаций, здоровья населения. Совершение экологических, транспортных, военных преступлений, коррупционных преступлений, также преступлений против экономической деятельности, также изготовлений избыта поддельных документов, штампов, печати, государственных наград, как уже было сказано, которые находятся сейчас в судебном споре, право оспариваться в судебном порядке, также имущество, которое принадлежит в пользу государства. А какие документы нужно подавать для легализации? Для легализации подается местный исполнительный орган, это обязательно заявление, заполняется установленная образца, копия удостоверения личности, распределение подлинника документа, удостоверяющего личность гражданина, затем технический паспорт и заключение эксперта на соответствие здания для сооружения техническим правилам. А для каких целей нужно предоставлять технический паспорт? Технический паспорт – это документ, который изготавливается центром недвижимости, он изготавливается в обязательном порядке и до подачи заявления в комиссию. Этот документ должен быть в перечне уже подаваемый. Технический паспорт изготавливается после заявления в ЦОН. В ЦОНе существуют стандарты, по которым будут приниматься, там же указаны сроки и пакет документов необходимый. В данном случае в рамках легализации необходимо представить документ, идентифицирующий права на земельный участок. Там указано целевое назначение данного участка и указан собственник. Нам этого достаточно, чтобы начать работу. Сроки у нас оговорены законодательством и начинаются от трех дней до месяца в зависимости от категории объекта недвижимости. Эта услуга будет платной, в отличие от легализации 2006-2007 года. Порядок оплаты и размер оплаты установлен правительством. Есть прескурант, то есть все прозрачно, можно проверить расчеты. А как получить? Какие-то существуют правила? Правила установлены приказом министра. Называется правила государственно-технического обследования. Все нормативы, формы технических паспортов, порядок изготовления, также установлены правительством. Скажите, пожалуйста, какой срок получения технического паспорта? С момента обращения в ЦОН подачи заявления в зависимости от категории объекта, то есть если это квартира 3 дня, дом, гараж, надворные постройки, срок 5-10 дней. Если объекты уже нежилого назначения, коммерческого использования, срок до месяца, в зависимости от момента предоставления доступа на объект недвижимости, собственник обязан присутствовать при этом. И при проведении технического обследования изготавливается абрис, на котором ставится подпись заявителя, что данный объект посетил сотрудник Центра недвижимости. Каков срок государственной регистрации прав на недвижимое имущество? Срок государственной регистрации на недвижимое имущество в соответствии с регионом оказания государственных услуг у нас в течение 5 дней. То есть с момента подачи документов. То есть если это касается акции недвижимого, литализации непосредственно, то предоставляется заявление о само решении о легализации имущества. Решение комиссии о легализации. Здесь предусматривается нулевая ставка, то есть не облагается государственным сбором. И подается, и в течение 5 дней производится регистрация прав на недвижимое имущество. А с какого момента имущество считается легализованным? Легализованным с момента вынесения комиссии о легализации. Вот вы сказали комиссия, да? Кто входит в состав комиссии? Вообще комиссия, она сформирована при местном исполнительном органе. Туда входят представители непосредственно органов юстиции, непосредственно РГП Центра по недвижимости Крымской области, органов юстиции, управление экономикой, архитектуры, градостроительства, всех заинтересованных лиц, которым непосредственно будет касаться легализации. В принципе, у нас в области работают три вида комиссий, так как легализация предусматривает не только недвижимое имущество, а она предусматривает деньги и ценные бумаги, также имущество, находящееся за пределами территории Республики Казахстан, и само недвижимое имущество. То есть три комиссии. В первую комиссию входят местные исполнительные органы, которые с вами ровно приняли, вот, о которых я уже говорила выше. Также вторая комиссия – это налоговых органов, которые работают по имуществу, находящихся за пределами территории Республики Казахстан, и оформленных в отношении третьих лиц. И третья комиссия – это банки второго уровня, которые непосредственно касаются легализации денег. Вот, Нургуль Норписовна, скажите, пожалуйста, есть ли такая ситуация, имущество, которое нужно легализовать, находится в Караганде? А сам человек проживает в Астане. Вот в таком случае? В таком случае легализация производится по месту нахождения недвижимого имущества. То есть предоставляется непосредственно комиссия по месту нахождения. А есть ли принципиальная разница между ранее проведенной легализацией? Сравнивать с легализацией 2006-2007 года, принципиальное отличие, легализация, которую мы сейчас обсуждаем, она гораздо уже по категориям объектов. Легализация 2006-2007 года, она предусматривала все категории имущества, то есть все движимое, все недвижимое имущество, земельные участки, квартиры, любое строение, любой вид транспорта, то есть не было делений. В нашем случае, то есть в настоящее время, законодатель ограничил категории, указал доли в основном капитале, как Нокульна Крисина сказала, деньги, имущество, находящееся за рубежом, то есть уже нету, то есть указаны границы легализации. И по недвижимости большая особенность, что легализуются здания, строения и сооружения. По закону о госрегистрации, прав на недвижимое имущество, объекты недвижимости делятся на две категории, первичный и вторичный. Вот здания, строения и сооружения, которые рассматриваются в рамках данной легализации, они относятся к первичным объектам. Вторичные объекты, это составляющие первичных, к ним относятся квартиры, встроенные помещения. То есть законодатель предусмотрел, что квартиры в рамках данной легализации не являются объектами этой легализации. Их можно узаконить в судебном порядке, там есть другой порядок, там порядок выморочного наследства, приватизации, то есть есть другие формы получения данной собственности. В рамках данной легализации, еще раз повторяю, не будет рассматриваться заявление на квартиры. Многих это интересует, к нам поступают звонки, приходят с обращениями люди. И как ни удивительно, еще в Караганде есть квартиры, которые не имеют собственников. Но Акиматом города проводится работа совместно с департаментом юстиции, совместно с Центром недвижимости. Все имущество практически уже поставлено на учет, и по ним процедура уже проходит передача в госсобственность. Вот в ваших организациях проводится разъяснительная работа? Ну, именно в рамках Центра недвижимости мы дали поручение всем своим филиалам в области. Они мало того, что являются членами комиссий, они проводят работу с населением, кто обращается к нам. Обязательно предусмотрено выступление в средствах массовой информации. То есть активную позицию по разъяснению нового законодательства. По первому времени, мы сами, признаться, многие моменты недопонимали. Сейчас вот провели у себя семинары обучающие с работниками ЦОНов, с работниками комиссии. В принципе, эта работа уже налажена. Спасибо большое. По этому вопросу добавить хотите что-нибудь? В принципе, у нас аналогичная работа ведется. Также в городах и районах структурных подразделений органов юстиции наши начальники, руководители управления юстиции также входят в состав комиссии. На местах проводится разъяснительная работа. Кроме этого, у нас есть сайт департамента юстиции, где мы все обращающиеся могут получить ответы. В принципе, мы ведем и в электронном виде, получается, в режиме онлайн. Как выразительную работу тоже. Я хотел добавить справочно. Мы не ожидаем большого наплыва именно для изготовления технических паспортов, поскольку предыдущей легализации поступило порядка 130 тысяч заявлений. По ним было изготовлено почти 90 тысяч тех паспортов на объекты. Из них половина составили домостроение. Это в наших районах, в городах. И порядка 12 тысяч объектов – это были квартиры. А остальное были гаражи, сараи, дачи. Поэтому большая работа проводилась уже Акиматом совместно со всеми исполнительными органами, органами юстиции. Я не думаю, что будет большой наплыв. Еще и в целом нынешняя легализация направлена непосредственно легализацией имущества. Именно целью данной легализации является, чтобы эти деньги и то легализованное имущество работало именно в сфере экономики. То есть в ближайшие 5 лет обязательно эти деньги и это имущество работало на экономику нашей области, республики в дальнейшем. Одно из условий – это данная акция. И вот с предстоящим декларированием доходов и расходов граждан республики Казахстан это имущество непосредственно нужно легализовать. То есть о полученных тех или иных доходах, с каких источников. Нурголь Нурпийсовна, скажите, пожалуйста, а сколько по области было подано заявление на легализацию? Ну вот за две недели, которые работают, с момента вступления в силу закона, с 1 сентября, по области поступило около 20 заявлений на легализацию имущества. В целом это недвижимое имущество. Сейчас на данный момент они на рассмотрении, то есть в течение месяца комиссии должны рассмотреть. И комиссия выносит два решения, или подлежащих легализации, или получив отказ по неподлежащей легализации. В этом направлении работа ведется, да? Да, в этом направлении работа ведется. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях была заместитель руководителя департамента юстиции Карагандинской области Кинжибаева Нурголь Нурпийсовна и директор Центра недвижимости Карагандинской области Жунусов Серик Базылханович. Огромное вам спасибо за то, что уделили время и ответили на наши вопросы. Желаем больших успехов в вашей работе. Спасибо за внимание. На этом наша программа подошла к концу. Увидимся с вами в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова